Ну, допустим, реклазусть доминирует на голубого. Так, первое приближение выглядит примерно так. Посмотрите внимательно в зеркало, в реклазусть. Вы увидите, что ваша радужка прокрашена абсолютно неоднородно. Так, там сложная фруктура. Сонатисковидная мышца по радужке, пробитая отверстием зрачка. А дальше, а дальше, вот так по радужам расстройки сектора. Сектора делятся на микросектора. И вот малюсенькие участки, каждый имеет свой цвет. Так что окраска глаза, если его посмотреть внимательно, явление очень сложное. Поэтому, кроме, допустим, классических серых углубых, есть такая форма окраски глаза, которая называется «рыжая звезда» или «рыжий костер». Выдачные верниками для таких людей. Вообще-то глаз голубой или светлосерый. Но вот здесь, вокруг зрачка, вот эти вот микросектора, синтезирует коричневый пигмент высокая концентрация. Поэтому зрачок обведен узкой коричневой кори глины. А от него пошли микросегменты с коричневой краской в низкой концентрации. Каким цветом они нам будут казаться? Малокоричневые краски. Рыжий. Итак, вот у вас такое солнышко или звездочка, расходящаяся от узкой коричневой линии вокруг зрачка. Притом, что вся остальная радужка голубая или серая. Но это не все. А по самому краю радужки, вот так, вот эти микросекторы, в них синтезируется очень много меланина. То есть здесь почти черная тайма идет. Так очень красиво, очень выразительно. Ну так, Аллаш, можно ли такую окраску создать за счет работы от науки? Совершенно не очень. Абсолютно не очень. Так что большинство признаков человека, конечно, наследуются не Аминдовским законам, а более сложным и навороченным. С волосами, да? Да, с волосами. С окраской волос попроще, а вот форма волос наследуется достаточно. Нет, с окраской волос. Нет, с окраской там попроще. Нет, с окраской.